Друзья, доброго всем дня! Еще одно видео. Сегодня поговорим о витамине В12 на сыроедении, фруктоедении, веганстве, вегетарианстве и так далее. Почему вообще меня заинтересовала эта тема? Почему делают такое видео? Во-первых, есть что сказать, есть кое-какой личный опыт. Во-вторых, я вообще много не читаю по сыроедческим каким-то пабликам, по еще каким-то источникам. Я просто, скажем так, базируюсь в основном на своих каких-то траекториях, на своих начинаниях. Но то, что я видел, именно то, что относится к витамину В12, очень много противоречивой информации, абсолютно просто тянущей в разные стороны. Конкретно кто-то, допустим, говорит, что там витамин В12, все нормально синтезируется, не волнуйтесь, типа не парьтесь, все, как говорится, будет путем. Вот, кто-то говорит, что он не синтезируется, вот, ну, в общем, непонятно, где, где что растет. Вот, и человеку, который просто приходит в это все, скажем так, снаружи, по первости, у него просто, ну, буквально в смысле разрывается мозг, потому что его, как лебедь, рак да щука, тянут в разные стороны, да, в противоречивые. Вот, так что сейчас расскажу вообще, что у меня за опыт с этим делом, расскажу свое мнение, расскажу, как, как мне кажется, подходить к этому эффективно и, ну, именно, скажем так, практично просто налаживать свою жизнь, не абсолютно не запариваясь и, скажем так, не тратя время на какие-то ненужные, ненужные вещи. Вот, ответ на вопрос, синтезируется ли B12 или нет, как мне кажется, абсолютно не имеет значения, да, то есть, ну, подсинтезируется, имеется в виду в организме человека. Вот, я сейчас объясню, почему, вот, именно через несколько минут. До этого давайте я скажу вообще, что такое, что такое B12, для тех, кто, как бы, только входит в эту тему, еще не знает. B12 это такой витамин, который используется в биохимии человеческого тела для нескольких важных вещей. Вот, почему этот витамин такой, такой важный? Ну, скажем так, он, на самом деле, его нужно очень мало, вот именно по количеству, да, допустим, если сравнить количество витамина B12, нужно нашего тела, допустим, с витамином С, вот, эти, эти величины будут абсолютно просто разные, то есть, B12 вообще нужен в микроскопичных количествах, вот, витамин С, как бы, более, более используем нашим телом, вот, но, тем не менее, в тех вещах, в реакциях, в процессах, в циклах, в которых он используется, он, скажем так, эти, эти циклы, вещи, реакции, они просто очень-очень важнейшие, да, например, витамин B12 связан с половыми гормонами, то есть, допустим, если у вас есть нехватка витамина B12, у вас начнутся проблемы с половыми гормонами, кстати, для тех, кто, ну, не может провести связь, будет прямая связь, допустим, между набором веса на сыроедение и половыми гормонами, то есть, у вас не будет идти веса, каких-то мышц, если нет нормального гормонального фона, да, и, как говорится, подсказка, что гормонального фона не будет, если B12 отсутствует или в недостатке, вот, я не говорю, что это всегда и является причиной, но просто пытаюсь показать вам, что может быть очень такая четкая, ну, непосредственная связь, да, между этими, вот. Еще B12 используется в работе нервной системы, то есть, он используется, допустим, для синтеза каких-то нейромедиаторов, нейромодуляторов, которые, скажем так, служат, как бы, как передатчиками сигналов между нервной системой, допустим, и мышцами, то есть, используется, есть специальные нейромедиаторы, которые, допустим, используются во время работы человеческого мозга, когда, допустим, вы садитесь и думаете, фокусируетесь над какой-то умственной задачей, то есть, витамин B12 участвует и в этих циклах, вот. Вот, быстренько, какие, какие, как бы, симптомы недостатка витамина B12? Ну, такие типичные, которые описаны, допустим, медициной, они включают в себя, допустим, слабость, там, в мышцах, да, допустим, это первые ступени, то есть, слабость, какое-то легкое недомогание, так как он участвует в гормональных процессах, это может быть, допустим, такое небольшое депрессивное состояние, то есть, почему, как бы, витамин B12 это такая каверзная вещь, как раз именно потому, что его недостаток очень трудно заметить, если вы вообще не знаете, о чем идет речь и не в курсе всех дел, то есть, все вот эти состояния, которые я только что описал, они, в принципе, могут быть отнесены просто, допустим, ну, такой вот день не совсем, как бы, энергичный у меня или еще что-то, вот, и человек просто не замечает, что это буквально продолжается какое-то количество дней большое, да, и, то есть, в принципе, входит и привыкает к этому состоянию и потом уже не замечает, вот, более такие жесткие и более последующие стадии недостатка витамина B12 включают в себя, допустим, невозможность, допустим, да, двигать какой-то конечностью, то есть, допустим, вы пытаетесь дать команду, допустим, руке подняться, а она не поднимается, то есть, у вас в буквальном смысле нарушается связь между нервной системой, между мозгом и конкретными мышцами, которые будут двигать эту руку, вот, и такая более, такая страшная фишка как раз в том, что если человек дошел уже до этой стадии, очень часто происходят необратимые изменения в нервной системе, то есть, именно поэтому, как бы, витамин B12, он настолько важен, вот, к нему не стоит относиться безалаберно и пускать его на самотек, вот, но даже более этого, еще более, как бы, веская причина на то как раз состоит в том, что если недостаток зайдет слишком далеко, то начнут происходить необратимые изменения, причем не с чем бы то ни было, а как раз с нервной системой, да, я надеюсь, кому непонятно, хочу просто уже прямым текстом сказать, что как раз та вещь, которую, ну, скажем так, которую вам не стоит трогать, которую стоит иметь в очень хорошо работающем состоянии, вот, то есть, как бы, ну, это вкратце о витамине B12, я просто описал вообще, что это такое, для чего он используется, как бы, в каких циклах примерно и как примерно выглядят его недостатки, вот. Как обещал, сейчас хочу, как бы, ну, дать, допустим, примерно две позиции по витамину B12, то есть, что человеческое тело нормально его получает и что, допустим, его не хватает на сыроедение, там, веганстве, вегетарианстве, вот мы это все как бы в одну кучу отнесем, да, понятное дело, что это довольно разные типы питания. Вот, так значит, позиция синтеза состоит в том, что люди утверждают, что, допустим, этот витамин или синтезируется в кишечнике, какими-то бактериями, да, там тоже ходят такие аргументы, что, допустим, он синтезируется в толстом кишечнике, а усваивается только в тонком, поэтому, в принципе, по циклу, как бы, питания и пищеварения он не может из толстого в тонкий попасть, поэтому то, что синтезируется, как бы, в толстом кишечнике синтезируется, на самом деле, не для нас, а для каких-то бактерий, вот. Есть, как бы, еще одна теория, что, допустим, витамин B12 просто, как бы, существует везде в природе, на поверхности, там, листьев, плодов, еще-еще чего-то, вот, и поедая эти плоды, человек просто получает его себе в организме. Это, в принципе, такая довольно правдивая теория, то есть, я, разумеется, не замерял, не проверял, но точно вам скажу, что, как бы, витамин B12, он действительно существует на поверхности различных таких вещей, вот, но, к сожалению, если вы живете в городе и питаетесь, допустим, не фруктами, там, овощами из бабушкиной грядки, а тем привозным, непонятно откуда, непонятно сколько где-то лежавшему, допустим, вызревшему в каких-то этиленовых камерах, для тех, кто не знает, когда вызревают овощи, вот, на больших этих складах или где-то еще, туда запускают газ-этилен, то есть, этилен как раз вызывает быстрое вызревание. Допустим, почему, если у вас есть авокадо, его можно положить в, ну, в какую-то коробку, допустим, с банановой кожурой, и он очень быстро созреет, как раз потому, что банановая кожура, она будет выделять этот газ-этилен, и в более-менее закрытой емкости авокадо как раз будет подвержен влиянию вот этого этилена и быстро будет созревать. То есть, в промышленных производствах, вот, овощей, фруктов, их хранения, как раз используются такие массовые, как бы, ну, нагнетания газа куда-то, и, допустим, большие партии фруктов, овощей могут созревать, как бы, ну, скажем так, по щелчку пальцем, вот. А как этот газ влияет на эти, как бы, бактерии, которые производят витамин В12, которые якобы находятся на кожуре овощей, там, фруктов и так далее, никому не понятно. Вот вообще, к чему я-то говорю, как раз этот момент, я говорю это к тому, что если даже вы придерживаетесь такой теории, что да, везде на фруктах, овощах все находится, но живете в городе, вот, вы, на самом деле, под риском того, что те вещи, которые вы едите, они, как бы, уже В12 особо не содержат на своей поверхности, вот. Если вы переехали куда-то на дачу и там себе с вами все растите, то это другой разговор, вот, как бы, но если вы живете в городе, то вам, как бы, стоит, скажем так, насторожиться и относиться ко всему такому посерьезнее, да, особенно учитывая те, как бы, симптомы недостатка этого витамина, которые я уже перечислил чуть-чуть ранее, вот. То есть, это две позиции, да, как я уже обещал, я, как бы, сказал, что я отвечу на вопрос и даже скажу, что, вот, пытаться понять, какой позиции вам стоит придерживаться, это контрпродуктивно и, на самом деле, неэффективно. Почему? Вот. Во-первых, нет, как бы, веских доказательств, каких-то исследований того или другого, и я сомневаюсь, что, как бы, у такого обычного человека, который просто пытается, допустим, улучшить свое питание, улучшить свою жизнь, подправить здоровье, там, улучшить самочувствие, это все замечательные цели, да, и этим стоит заниматься, как бы, именно поэтому я делаю различные видео, пытаюсь помочь людям это сделать. Вот, у такого типичного человека, у него не будет ни возможности в плане оборудования, в плане каких-то материалов, ни, допустим, навыков, чтобы сделать какие-то там измерения, сделать исследования и понять вообще, какая, какая теория правдива, какая, как бы, ну, на самом деле работает, какая нет. Вот, а, как бы, вместо этого, такому обычному человеку просто стоит, как бы, взять и сдать анализ на витамин B12, вот, и посмотреть, где у него это все находится. Если у него занижен витамин B12, неважно, по какой причине, что у него там какая-то микрофлора не синтезирует, что у него, там, как бы, с внешними фруктами не попадает, потому что он в Москве живет или еще где-то в крупном городе, вот, неважно, просто такой человек тогда идет, берет, покупает, как бы, B12, как бы, в качестве добавки, вот, есть специальные спреи, я спреями не пользовался, есть капсули, просто, как бы, обычная капсуль, там находится порошок, который видно, если она прозрачная, вот, вы его съедаете, и у вас, как бы, B12 зашел, причем B12 имеет такое свойство, вот, как бы, в чем его каверзность еще одна, она как раз в том, что этот витамин очень хорошо накапливается в теле, то есть, если вы, допустим, 2-3 съели капсули, у вас это накапливается впрок, то есть, допустим, есть витамины, которые растворяются в воде, то есть, если они растворились, если вы много съели, они у вас, в принципе, с мочой потом и выводятся, то есть, тело, как бы, хранит только то, что оно, вот, может использовать именно сейчас, да, и остальное оно выводит, но B12, это не из этой категории, B12 как раз имеет такую, такую функцию накапливаться, сколько я помню, накапливается в печени, вот, но, как бы, не буду на этом, как бы, я не стал бы ставить, как бы, стоимость своего, там, дома или еще чего-то, да, вот на этот факт, вот, но фишка в том, что он накапливается, вот, и даже если потом он прекращает поступать, почему, допустим, как только вы, там, перешли на сыроедение или еще на что-то, почему у вас сразу не начинаются симптомы недостаточности B12, даже если вы его не получаете, просто, как раз дело в том, что организм очень много его накапливает, вот, и он относительно медленно расходуется, то есть, как я сказал, это очень важный витамин, но он используется в очень маленьких количествах в этих всех циклах и реакциях, именно за счет этого огромные запасы, относительно огромные, которые накоплены, они могут растягиваться на месяца, на года, там, и так далее, и так далее, то есть, в принципе, человек, почему, опять же, это может быть очень каверзным, человек, который перешел на какое-то такое питание, у него все идет нормально, да, даже год, два, три, а потом начинаются какие-то интересные фишки, которые он пытается объяснить и никак не может понять, то есть, тут у него слабость, то у него, там, непонятно, то, может, там, не знаю, головные боли, то, ну, не знаю, серьезно, что угодно, как бы, как раз из разряда вот этих симптомов, которые я перечислил, вот, и, в принципе, за счет того, что такое, между, как бы, решением А и последствием Б находится очень большой временной промежуток, человек часто просто их не может соединить, вот, поэтому, еще раз, друзья, как бы, чтобы быть в ладах с этим витамином, просто надо сдать анализ, вот, если прямо не хочется запариваться, надо взять и купить вот этот, как бы, добавку и просто попробовать принять. Вот вообще, какой мой опыт с ней, почему я об этом рассказываю, я так же сделал, у меня просто не было ни времени, ни желания сдавать анализы, но я, как бы, наслышан про Б12, я купил себе добавку в капсулюх на всякий случай, вот, она у меня какое-то время стояла, просто я ее даже не употреблял, думал, все нормально было, это, по-первости, на сыроедение, где-то первые месяцы в шесть, потом я употребил капсулю, и, если честно, по, вот, субъективным ощущениям разницы никакой не почувствовал, то есть, я не почувствовал ни, допустим, ну, там, ни какой-то прибавки, ни какой-то активации нервной системы, какие-то, там, краски или мои движения, ничего не изменились, то есть, ну, субъективно разницы никакой не было, вот, хотя, вот, допустим, год спустя, если перемотать вперед, да, что было примерно, там, два-три месяца назад, я стал замечать, что у меня, допустим, именно в плане тренировок, у меня такая небольшая вялость появлялась, то есть, я как-то, ну, не совсем так мощно тренировался, да, допустим, как я тренировался, там, даже месяц назад, вот, и я не мог никак понять вообще, что, что происходило, то есть, я не мог понять, почему, так как я не изменял особо ни продукты, ни диету, не добавлял, не убирал ничего, вот, то есть, в принципе, довольно сложно было, я даже пытался понять, там, может, у меня режим сна изменился или еще чего-то, вот, и наступил такой момент, в принципе, такой интересный, вот, кстати, который сейчас покажет, почему очень важно вести дневник, если бы я не вел дневник, я бы, в принципе, скорее всего, не заметил этот факт и, ну, не смог бы так четко среагировать, понять вообще, в чем дело, вот, в один день я просто обратил внимание, что вот сегодня я просто заряжен, как бы, я непонятно почему, но у меня вот именно в плане тренировок я рву и мячу, вот, и я пытался понять, что я сделал, как бы, по-другому, что могло привести вот к таким результатам, вот, мое первое, первое было наблюдение, что, возможно, я съел за день до этого, я пробовал первый раз водоросли нори, это такие сухие пластинки, которые заворачивают в суши, вот, это тоже сыроедческая такая тема, она просто сушеная, вот, я пробовал такое небольшое блюдо, просто сыроедческое, завернутое в эти водоросли нори, вот, и первое, что я подумал, я подумал, может, вот это нори так на меня повлияло и подействовало, вот, сходив, попробовав то же самое еще раз, я не получил такого же эффекта, то есть, как бы, я не получил какого-то увеличения или ухудшения, вот, тогда я понял примерно, что, в принципе, от такого маленького количества нори, буквально, там, от одного-двух листов не будет такого мощного воздействия на тело, вот, и тут меня осенило, как бы, я пытался искать еще одну переменную, которую я поменял, и как раз такой переменной оказалось то, что именно там, копаясь у себя на полке, я увидел как раз этот витамин B12, который стоял еще там с прошлого года, я из него, наверное, там, 2-3 капсули выпил за, там, год назад, вот, и я просто, как бы, залез туда, взял две капсули и просто выпил их, вот так вот, просто, как бы, пока там был, скажем так, ничего же не повредит никому, вот, и именно этот B12 как раз привел к тому, что у меня резко поднялись результаты буквально на 10-20%, то есть, как бы, опять вернулась эта мощь, о которой я говорю, вот, и, ну, именно тогда я понял, как бы, смотря в свой дневник, что я делал по-другому, я, как бы, тогда понял, что действительно я субъективно почувствовал восполнение витамина B12, то есть, опять же, я не сдавал анализы, я не сдавал ничего такого, но у меня резко, как бы, вернулись краски, резко поднялось настроение, я бы сказал, процентов на 10-20, опять же, 10-20% поднялись физические показатели, особенно по выносливости, вот, и, ну, как бы, субъективно я вам могу сказать, что это был, да, недостаток витамина B12, который, вот, допустим, год спустя, как бы, видимо, видимо догнался, то есть, если вы занимаетесь спортом или ведете активный очень образ жизни, то витамин B12, разумеется, у вас расходуется быстрее, так как он используется во всех, вот, как бы, нервных циклах, как бы мышечных циклах, вот, если вы просто лежите на диване в основном, то вам вашего B12 может, там, на несколько лет хватить, что, в принципе, и случается, как бы, у людей, а потом они возвращаются, ну, не возвращаются, а просто обнаруживают, что у них начинаются проблемы, допустим, на, там, сыроедении, на веганстве или еще где-то, вот, и не могут понять, что происходит, а очень часто, как раз, именно это и происходит, вот, ну, что еще сказать про B12, самый главный, как бы, момент, который я хочу заслать вам в голову, если так можно выразиться, это именно то, что не стоит относиться к нему безалаберно, сдавайте тесты, как бы узнавайте, читайте, вот, проверяйте на себе, по ощущениям, если у вас сейчас все нормально, это не значит, что так и будет продолжаться, вот, именно из-за определенной, из-за определенного характера этого витамина, то есть он накапливается, медленно исчерпывается, но когда он исчерпывается, если не поймать последствия вовремя, это может быть, в принципе, довольно плачевно для вас, вот, по тому, какие будут симптомы и вообще, что это необратимо. когда это все случается, вот, так что, друзья, это примерно мой опыт с витамином B12, еще раз, это не шутки, это реальная вещь, то есть за этим стоит следить, вот, а не будьте, как бы, из категории, как бы, безмозглых людей, которые просто говорят, что там или все синтезируется, или ничего, или не синтезируется, мы просто там со фруктами, овощами получаем, как бы, эти две теории понятны, ответ на них для вас не должен иметь никакого значения, потому что единственное, что для вас имеет значение, это ваше здоровье и правильная функция вашего, вашего тела, как бы, синтез всех гормонов, синтез всех нейромедиаторов, нейромодуляторов и так далее, и так далее, вот, так что не стоит, как бы, относиться к этому безалаберно, и еще, наверное, последнее, что, что хотелось бы добавить, вот, именно, именно по B12, как бы, используйте вот это видео, как бы, манеру решения этой проблемы, как бы, в принципе, в любых, в любых ваших действиях, то есть просто спрашивайте себя, допустим, эффективно ли то, что, ну, эффективен ли мой подход, вот именно попытка придерживаться одной из этих теорий, там, выделяется этот витамин, или он приходит изнутри, или снаружи, или еще где-то, в решении моей проблемы, то есть в данном случае моя проблема была в том, что у меня, как бы, упали показатели, допустим, на 10-20%, я не мог понять, почему, вот, а стоило ли мне размышлять, там, где у меня витамин B12 синтезируется или нет, ну, может стоило, может нет, но фишка в том, что пока бы я это делал, у меня бы что-то или ухудшалось, или, по крайней мере, оставалось, ну, на таком нежелательном состоянии, вот, решением было просто принять две капсулы, это можно делать, там, раз в два-три месяца, вот, и, в принципе, в принципе, как бы, все, проблема решена, вот, а потом уже, если куда-то, там, переезжать, не знаю, в джунгли, жить на действительно выращенной растительной еде, там уже можно, как бы, потом запариваться, не знаю, сдавать анализы, смотреть, где что, там, действительно ли синтезируется, действительно ли приходит снаружи, вот, но раз пока живем в городе, как бы, нам нужны немного другие решения, вот, именно такое решение я и сделал, так что, вот, на этом это все про витамин B12, как обычно в конце видео напоминаю, друзья, если вы получаете пользу, если вам информация заходит впрок, если вам знания полезны, вот, а под описанием, в описании этого видео есть Яндекс.Кошелек, Яндекс.Деньги, есть также PayPal, вы можете благодарить, выравнивать энергетический баланс, чтобы у вас закреплялись знания, чтобы информация, как бы, заходила в вашу жизнь, вот, я благодарю вас за это, благодарю за все переводы, вот, еще раз спасибо большое и до скорых встреч!